Субсидии на оборудование, оплату участия в выставках и ярмарках и не только. В последнее время новые меры поддержки народно-художественных промыслов и ремесленные деятельности стали вводиться как на федеральном уровне, так и на региональном. Так в Тверской области мастерам и ремесленникам помогают с продвижением их товаров на маркетплейсах. С тем, кто уже воспользовался мерой поддержки, встретилась и наша съемочная группа. Изящные цвета, плавные линии и переходы. Все это создано Лидии Клявиной. Рисовать в технике батик на тканях дизайнер начала более 20 лет назад. За это время освоила все виды этой техники. Лидия создает уникальные и неповторимые предметы гардероба. Индонезийская техника – это горячим расплавленным воском. По более светлому наносится воск, резервируется, то есть там остается более светлый тон, сверху снова. В общем, от светлого к темному. Это такая очень мужская техника, и ею мало женщины занимаются. Кропотливый и сложный труд, воздушный и сказочный батик занимает немало времени. Каждая вещь создана в штучном экземпляре. Любимая ткань для росписи у Лидии – это шелк. Я акцентируюсь на шелке, на премиальных тканях, на штучных заказах. То есть это какие-то шарфы, это платье для особых случаев. То, чего вы не можете найти по цвету, по размеру. В наши дни привлечь внимание потенциальных покупателей помогают различные цифровые инструменты, в том числе маркетплейсы. Так, центр «Мой бизнес» проводит акцию для предпринимателей сферы креативных индустрий и народных художественных промыслов, которая помогает продавцам улучшить свои позиции на маркетплейсе для увеличения количества заказчиков, а новичкам попробовать новый инструмент продвижения продукции. Я надеюсь, что это привлечет мою покупательскую аудиторию за счет продвижения моего товара в топе. То есть это увеличивает просмотры и продаваемость. То есть это достаточно такой мощный инструмент. Я надеюсь продвинуться. Товар попадает в верхние строчки поиска и находится на стартовой странице маркетплейса. Это помогает повысить узнаваемость товара и бренда, а соответственно и увеличить количество продаж. У нас началась совместная акция с маркетплейсом «Ярмарка мастеров» и Министерством экономического развития. Она как раз направлена на категорию предпринимателей, которые производят товары своими руками. Это могут быть самозанятые, это могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Механика данной акции заключается в предоставлении бесплатного продвижения на маркетплейсе. Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, поддержка народных художественных промыслов дает стимул для развития среднего и малого бизнеса, а также повышает занятость населения. Чтобы принять участие в программе, достаточно обратиться в Центр «Мой бизнес» по телефону «Горячей линии» либо оставить заявку на сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!